Почему вообще считается, что все женщины должны вкусно готовить? Это же талант. Ну, нельзя сказать, типа, все женщины хорошо готовят. Это все равно, что сказать, все мужчины хорошо трахаются. Хотя тут не совсем корректное сравнение. Не совсем корректное сравнение, да, ни разу не было такого, чтобы женщина начала готовить и морковкой в кастрюлю не попала. А мужики могут, да, и в кастрюлю не попасть, и вместо нее начать в сковородку тыкать. Ну, кстати, вот эта схема, прикинуться неопытным, она мужикам не подходит. Ну, он не может сказать, типа, нет, до тебя я им только писал. Ну, он тебя когда встал, я, знаешь, как испугался. А потом понял, что это он на тебя указал. Типа, вот с ней можно. Ну, у меня даже муж, если бы сказал такое, я бы не поверила, потому что он у меня симпатичный, интересный. Явно у него до меня было много разных шлюх. Ну, бывшие мужи — это всегда шлюхи, да, кем бы она ни работала. Вот эта твоя шлюха из благотворительного фонда. Конечно, она же привыкла бесплатно давать. Что я рассказываю для вас, мужчины? Вы поймите, вот эта фраза, я такая пьяна, это намек. Потому что, ну, типа, знаете, типа, дальше я за себя не отвечаю, но действую, да? Вот, им надо объяснить, потому что вы этого не понимаете. Я как-то парню тоже сказала, блин, я такая пьяна, и он такой, о, у меня, если что, уголь есть. Сука, шахтер! Уголь у него есть, а секса нет, и не может срастить два факта. У меня было какое-то выступление, где я рассказывала про секс, его потом выложили в интернет, и мне какой-то мужик написал в комментариях, типа, фу, такая похабщина, еще и от женщины. Я думаю, а что значит еще и от женщины? Мы вообще-то тоже занимаемся сексом. В отличие от вас, говорим правду, типа, ну, было не очень, точку G он не нашел, хотя ему фонариком на айфоне светило. Ну, вы же там рассказываете вообще другое. Типа, я ее до оргазма еще из подъезда довел, когда крикнул, что иду с профитролями. У меня последняя тема — золотой дождь. Вы знали, что люди за это платят? Ну, в плане у нас с подругами пописать на человека — это жестокая, вымышленная месть врагам. А тут это кому-то прям нравится. То есть, получается, в детстве, когда пацаны во дворе друг другу кричали «Я тебе в рот носу!» Кто-то один думал «Ой, ты только обещаешь!» Спасибо. Мы все в жизни делаем для мужчин. Мы очень стараемся всегда хорошо выглядеть, даже во время секса. Согласитесь, женщины все думают «А как я выгляжу? А волосы нормально лежат?» А я с этой «Так поэтому, блин, и не получайте оргазм!» Потому что ты пока там живот втягивала, просрала оргазм! У тебя был шанс, чувак темпа дал, а ты носок тянула, ну? Я вообще не понимаю, откуда вы взяли эту легенду, что спят только с худыми. Ну, кого вы обманываете? У меня столько худых, грустных подруг, которые вообще не помнят, что такое секс. Зато видели веселых толстушек, а? Че думаете? Она просто так веселая! Так че, она пожрала, потрахалась, че ей грустить? Ну, не застегиваются джинсы, так и их сейчас снимать. Мне как-то друг сказал «Везет вам, баба, у вас может быть множественный оргазм!» Я говорю «Да, может быть, а может и не быть!» Прям множество раз! Ну, просто такая же формулировка «множественный оргазм!» У кого-то было прям множество оргазмов, прям множество! Сука, как семечек, аж голуби слетелись! Ну, такая лотерея вообще! Я бы даже сказал «лохотрон!» Это раз в тысячелетие бывает! Ну, серьезно! Есть вероятность, если ты остаешься у парня, что утром он приготовит завтрак в постели. Я обожаю! Когда мужики завтраки готовят, блин! Но, к сожалению, заметила такую закономерность. Чем хуже секс ночью, тем лучше завтрак в постели утром. Я тогда проснулась, там оливье, и думаю «Господи!» Но мне правда обидно, что есть женщины, которые могут заработать себе вот так все, да? А мы обычные, мы же это делаем просто от души, да? От большого сердечка. А мужчины тебе за это не то что... Тебе даже спасибо не говорят. Все, что мужчина во время этого говорит, это «О, о, ого, ого!» Сука, как будто заву увидел. Мужчины часто требуют от женщин невозможного. Например, они хотят все практически, чтобы девушка в сексе была раскованная, умелая, все знала. Но чтобы до него у нее было мало парней. В идеале один. Видимо, тренер, да? Только он ее готовил не к Олимпиаде, а к Сергею. Ну и не сам, типа, а чисто на тренажерах. Он только считал. Раз, два, три перевернулись. Пошли приседать, чтобы ты когда сверху, у тебя ноги не уставали. И потом он у нее на свадьбе будет сидеть и говорит «Моя девочка». Ну, не надо себя обманывать. Если женщина в сексе опытная, она этому не самостоятельно научилась. Это не английский язык. Тут нельзя созвониться по скайпу с чуваком из Чехии, чтобы он тебе объяснил. Типа, не-не-не, язычок к нему, а то задохнешься. Ну, серьезно. Просто вот мы, женщины, можем не получать оргазм, блин, очень долго, да? Но мы никогда не будем вас шантажировать этим, хотя, по сути, имеем право. Потому что, если кто не знает, если женщина во время секса не получила оргазм, то у тебя сокращается в организме количество клеток костного мозга. Прикиньте, не знали? Конечно, я только что придумала, но... Но явно же кто-то напрягся, явно же мужик сидит и думает «Так, надо поехать дотрахать Лену». Я, на самом деле, я все время думала, как было бы круто, согласитесь, если бы мужчина во время секса мог залететь. Да? Это потрясающий был бы мир. Там бы сразу пропало вот это «давай так» с презервативом «не те ощущения». Нет, там было бы «давай так», значит, я сейчас второй надену, ты подержишь, а я скотчем примотаю. Мне кажется, идеально, когда оба тупили. Вот два, мужик и женщина, это вообще идеальная пара. У меня есть такая, ну, у меня есть история про такого знакомого, но у нас жестковатые. Готовы? Да! Да, вообще? Все, грязь, любим, давай, смотрите. Значит, он такой, он мне говорит, я познакомился за одной королевой. Ну, вот такой человечек. Дальше нормальными словами объясню. Он, значит, познакомился с девочкой, там, на природе, это было где-то за городом. Все, они набухались, он ее развел на оральный секс, она говорит, все, да, но только с презервативом. Он говорит, презерватива нет, но есть пакет. Прикиньте, она сделала это через пакет. То есть, было хорошо и шуршало. Но самый прикол, мы разогнали, прикиньте, если он сейчас стоит на кассе, ему говорят, пакет брать будете? Он говорит, на всякий случай да. Мы все равно нежнее, как ни крути, несмотря ни на что. То есть, мы, ну, мы даже на лексическом уровне, мы занимаемся любовью, а вы нас дерете, дерете, да? Ну, это, ну, знаете, когда мужик говорит, я ща деру, ты думаешь, ммм, он меня дерет. Я зажгу свечи, он меня дерет. Ну, а вы прям дерете, да? Дерете. Ну, вспомните лицо мужское во время оргазма. Это не лицо человека, который дерет. Это, ну, это, ну, что это? Камни почками пошли, да? Потерял мать в Ашане, ну. Не нравится, как пахнет Дорблю. Это, ну, это все, что угодно. Ну, давайте договоримся. Вот медведь, медведь, он дерет свою добыть, да? Он дерет косуль. Он до этого не целовал. Недавно парень говорит, Вик, а давай у нас с тобой будет секс со сливками? И принес вот эти одноразовые из офиса. Вот эти. Я говорю, как? Ну, как? Он мне говорит, сейчас откроем, обольемся и будем слизывать. Я говорю, нет. Давай нальем их в кофе и будем пить кофе. Я говорю, если тебе принципиально слизывать, наливай на пол и погнали. Я в этом участвовать не буду, потому что... Не, ну... Кто честно смотрит порно? Ты считаешь, что это очень позитивное видео? Серьезно? Там всегда все счастливы, все хорошо закончится. Ну, там в самых даже жестких роликах, знаете, где в женщину там напихано много человек и не человек, она лежит, как швейцарский нож. Она нет, нет, что-то улыбается, мол, нравится. Ну, даже вот эти, знаете, ролики, где постановочное изнасилование, где вор залез в квартиру, а там хозяйка. Ты все смотрела. Знаете, где мужик в балаклаве и голый, вот эти вот. Там только первые две минуты, ну, кажется, что это изнасилование. А потом непонятно, кто жертва, кто насильник. Она на нем так скачет, и ты думаешь, мать, ты куда поскакала? Ну, в полицию заявление писать? Пересядь на троллейбус, ты так не доберешься. Мы недавно вычислили, что самое крутое, что может быть секси, это одновременный оргазм. Ну, и мы как-то решили это провернуть, значит, и договорились с ним, что как только он будет чувствовать, что уже вот-вот, он начнет обратный отсчет. Это была крутая идея только в теории. Потому что, представьте, вы занимаетесь сексом с молодым человеком, и тут он начинает. Десять. Девять. Восемь. Семь. Я говорю, погоди, погоди, сто двадцать четыре. Сто двадцать... Короче, мы с ним договорились, чтобы я успела, мне надо начинать за полчаса до него заниматься сексом. Я, например, только недавно узнала, вот в свои тридцать два, что оказывается в сексе есть стоп-слово. Вы слышали? Типа это такое слово, которое ты говоришь секси, если хочешь, чтобы мужчина остановился. Ну, там ты говоришь дерево, и он останавливается. Я вот в это не верю. Просто у меня ни разу в жизни не было такого секса, чтобы мне хотелось, чтобы мужчина остановился. Было наоборот, он остановился, а мне не хотелось, да? Вот там прям хотелось сказать, Серёжа, дерево, дерево, Серёжа, тайга! Серёжа, доставай топор, пошли валить лес! Ну, не знаю, я подумала, а зачем мы покупаем какие-то костюмы ролевые? Это всё для вас, для мужчин. Потому что вы любите глазами. Ну, мужчина не переодевается во время секса. Мало того, мужчины, вы даже иногда не понимаете, что игра идёт. Вы вообще сценарий не придерживаетесь. Я однажды со своим парнем придумала такую игру, типа, одинокая развратная женщина и доставщик пиццы. Он мне звонит в дверь, и я такая, «О, мистер доставщик, у меня совсем нет денег!» Он мне, «Да нахрен, тогда заказывала и ушёл!» Вот как с вами играть? Вот большая грудь — это вот главный признак сексуальности, я считаю, да? Она нравится всем, это действительно красиво. Но вот я подумала, это же большая грудь только в сексе, да? Круто. В жизни это очень сильно неудобно. Там тебе сложно подобрать бельё, у тебя стоит спина, там, бег — это вообще не твоё вот это всё, да? Что ни шаг, то пощёчина, да? И я подумала, раз большая грудь нужна только для секса, то как было бы круто, да, если бы у нас было, как у мужиков. То есть, когда ты занимаешься сексом, у тебя такая большая грудь, такая... А потом она, да, закрывается, и всё, да? Такая женская сисечная эрекция, да? Ну а чё, пусть мы мужики тоже узнали, каково это, когда у меня на тебя грудь не стоит, да? Ты не переживай, проблем не в тебе, устал на работе. Давай, может, сегодня без груди? Я вот больше никогда не хочу переживать этот ужасный период начала новых отношений. Вот это дурацкое время, когда тебе нужно делать вид, что ты идеальная. Накраситься каждый день, писать на беззвучном режиме. Думать, как бы ему так намекнуть, что ты в постели огонь, но не шлюха. Типа, я всё узнала из книг. Основы шлюховедения, том первый. Ну, кстати, мужчин в этом плане несложно обмануть, но женщин не обманешь. Знаете почему? Потому что у нас есть чуйка, кто шлюха. Мы всегда это знаем. Как бы она ни была одета, ты не спрячешься даже в славянском сарафане. У меня есть такая знакомая, она носит платье в пол, заплетает косы, какие-то венки, фотографируется в стиле Аленушка. Всё равно смотришь, думаешь, не, я бы после неё на камень не села. Потому что вы, мужики, нас запугали. Серьёзно. Вот это ваша фраза, она в постели бревно. Блин, каждая боится быть бревном. Я вам клянусь, у меня ещё даже секса, когда ни разу в жизни не было, я уже понимала, что главное в этом деле двигаться. Что бы ни случилось, не останавливаться. Любые хаотичные, несвязанные между собой движения. Серьёзно, всё, что угодно. Пусть он лучше думает, что у меня ДЦП, чем то, что я бревнула. Женщине важна обстановка. Мужикам, возможно, плевать. А женщину может даже возбудить обстановка. У меня коллега на работе, она мне говорит, Да он урод, но я с ним переспала, потому что Вика, 28-й этаж, витражные окна, два оргазма. Правда, потом он из ванной вышел, но вот это всё, конечно. Есть такое парадно-выходное бельё, которое она одевает, когда у неё придрится секс. В этом плане я не люблю такие, знаете, незапланированные свидания. Потому что так утром не угадать с бельём, что у тебя такие трусы, что их приходят снимать ещё в коридоре. Ты приходишь, снимаешь шапку, шарф, трусы, запихиваешься в руках пухойка. Вообще, незапланированный секс спонтанный, больше для молодёжи. Просто в моём возрасте, прежде чем перед мужчиной раздеться, к нему прям привыкнуть надо. Просто мы развиваемся в сексе, женщины, мы очень стараемся, мы реально участвуем, в отличие от мужчин. Ну, взять ролевые игры. Вся же, всё на нас, все костюмы на нас. Это ты всегда какая-то развратная красная шапочка, да? Это ты озорная лисичка, а он просто мужик. Просто, просто мужик. Весь сказочный лес приходит потрахаться просто Стасу. Вот такой человечек. Серьёзно. А зайди в эти, в секс-шоп заходите. Какие там костюмы? Там что, горничная, медсестра, школьница. Где школьник? Где? Где двухметровый латексный октябрёнок? Что вы говорили, будь готов, он говорит, всегда готов. Ты говоришь, я вижу для этого дырка в костюме. Ну, смотрите, пока ты ещё молодая, ты всего боишься, всего стесняешься. Вот мне сейчас 36, я уже ничего не боюсь, ничего не стесняюсь ни в жизни, ни в сексе. Чё, меня уже и там, и там душили. Ну, серьёзно, это нормально, я не хвастаюсь. Но просто это тупо опыт. Ну, смотрите, я посчитала, я в сексе 17 лет. Ну, в хорошем 6. И если ты 17 лет, делаешь одно и то же дело, ты в какой-то момент научишься делать его хорошо, правильно? Я вот в этом плане, очень меня удивляют мужчины взрослые, которые не умеют целоваться. Знаете, когда ты смотришь, думаешь, сука, он ест человека. Ну, просто думаешь, ты с кем до неё встречался? С хурмой? Ну, вот. У меня один друг как-то сказал, блин, у меня так давно не было секса, а шишка горит. Шишка горит, кинуть палку, вы чё, всё под этим деревом придумали? Стоял, писал, было время накидал, да? Ну, просто мы ж вам так не говорим, мы ж не вуалируем, типа, пещера в огне. В берлоге тревога, да? В меня год не кидали копьё, ну. У меня есть претензия к женщинам, но не ко всем, а к конкретному. Виду. Смотрите, рассказали мне историю. У меня, значит, знакомый, познакомился с девочкой в баре. Оказалось, она стриптизёрша. Ну, фортанул человеку. Всё, они поехали к нему, говорит, всё, к сексу идёт. Она говорит, секса не будет, мы с тобой знакомы всего один день. Он, типа, она говорит, ну, могу просто сделать минет. Просто! Просто! Господа шлюхи, вы чё, оборзели? Вы, вы чё с козырей ходите? Алё! Ну, у нас, это же, ну, у нормальных, это же, ну, венец секса. Это фаталити. Это автомобиль! Вот! Потому что мужики сильно расслабились. На банальном уровне. Они не кричат во время секса. Почему вы не кричите? Там не то, что не кричат. Иногда такая тишина, ты думаешь, алё, я тут одна? Есть кто-то сзади? Ну, просто так, почему вы не кричите? Вам не нравится мероприятие? Скучно, скучно. Никаких эмоций не вызывает. На футболе, значит, они орут. На салют мы ходили, визжал как баба. Гля, там тройной из этого. А мы орём во время секса. Мы кричим, потому что нам не посрать, да? Мы душу вкладываем. А мы ещё и бревно, блин. А вы грач, понятно? Кстати, знаете, как кричит грач? Никак, блядь. Как так можно? Вы всё время про секс шутите. Так мы шутим, да? Мы же там не оскорбляем чувства трахающихся, да? Всё в рамках закона. Но меня просто постоянно в интервью спрашивают, типа, а почему вы так много про секс шутите? Ну, нравится он мне. Нравится. Он всем нравится, понимаешь? В этом прикол. Ну, просто то, что он мне нравится, не значит, что я проститутка, да? Потому что, во-первых, я это делаю бесплатно, к сожалению. Ну, реально, ни разу. Мне ни айфон не подарили, там, ни машину, ни ювелирку. Сука, даже продукты не покупали. Хотя были израсходованы, да? Вот мне кажется, когда-то очень давно, во время такого очень долгого секса придумали оральный секс. Просто женщина всё перепробовала, устала, говорит, ну, не знаю, ну, хочешь, я его съем? С женщин нет ни одной истории про физиологический процесс, ни про один. Ну, ни одна моя подруга ни разу в жизни не говорила, я его так трахнула, хотя частенько было именно так. Ну, смотрите, мы сейчас стали неплохо разбираться в сексе, женщины, и почему-то мужчины до сих пор этому удивляются. Мне когда после секса чувак сказал, ого, как круто, я не ожидал. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, ты не выглядишь как женщина, которая хорошо занимается сексом. Я говорю, а тебе второй раз ни разу не давали, правильно? Ну, ты тварь? Как вообще должна выглядеть женщина, которая хорошо занимается сексом? Что, она идёт, за ней идёт толпа мужиков и такие, советую. Смотрите, мы реально решили говорить только правду, поэтому иногда будет жёстко. Ну, в плане мы девочки, но мы будем рассказывать про секс. Представляете? Потому что мы им занимаемся. Это ж, ну, голосовать нам только сто лет назад разрешили, да? А шперимся-то мы давненько. Это наша тема. Ну, серьёзно, потом сейчас, давайте сейчас, когда женщина хороша в сексе, сейчас это уже, типа, почётно. Это раньше было зазорно, а сейчас нормально. Сейчас мне говорят, типа, вот, шлюха, говорят, вот, моя супруга. Ангелина, она блогер, да? А я знаю, почему взрослые женщины стараются выглядеть сексуально. Давайте честно. Ну, потому что мы можем. Мы можем заниматься сексом бесконечно. У нас нет срока годности. Это вот у мужчин проблемки, да? У них же, ну, кто не знает, у них пик сексуальной активности приходится на 20-25 лет. А дальше, типа, да, да, так, я всё прочитала. А дальше спад, реально, там идёт спад, и, типа, с возрастом всё хуже и хуже. Ну, у них ранняя сексуальная пенсия, типа, как у балерина ментов, ну. Серьёзно. Но сам прикон, что это правда. Ну, у меня 36, были мужчины постарше, и вот секс со взрослыми мужчинами, ну, он не яркий. Ну, он такой правильный, классический, размеренный. Ну, взрослые мужчины, они в сексе за стабильность. Ну, у взрослых мужчин эрекция, она избирательная, да? Там, ну, как бы, уже не на всё подряд, да? Это у молодых пацанов, типа, их может зависеть всё, что угодно. Там, ветер подул в шорты, да? Там, кошка лижет сметану. Просто, просто вы, мужчины, не стараетесь, а зря, потому что мы, правда, ну, любим ушами. Как объяснить? Мы, типа, для нас не важно, как выглядит мужик внешне, нам всё равно какие-то ноги, задницу, мне плевать. Нам круто сексуально, когда мужик умный, когда он умеет шутить, когда есть чувство юмора, да? Это капец, как важно. Ну, вот, просто объясню. Смотрите, имитировать оргазм легко, да? А имитировать смех невозможно. Ну, как? Хе-хе-хе. Ну, а имитировать оргазм, чё там? А, о, чуть ногой подёргала. Вызываешь убер, уезжаешь, ну. Ну, оказывается, пик сексуальной активности у женщин приходится на 47 лет, а у мужчин на 20 лет. И вот этот рассинхрон он удручает, конечно. Я к тому, что мужчина, вы чё так мощно стартуете? Ну, подождите, приключения только начинаются. Сквирт, он там, дальше. Его стоит увидеть. Он в солнечный день с радугой. Если женщина даже что-то получила через постель, она никогда в этом не признается. Нам, женщинам, стыдно. Мы всегда в этом плане преуменьшаем. В отличие, кстати, от мужчин. А ну, мужики кайфории. Всё, преувеличивают. Вот, знаете, сидели в офисе. И там один парень говорит, я вам цитирую, что он говорит. Он говорит, я её так трахнул, что у неё ноги они мели. Ходить не смогла. Так стонала, что охрипла. Я говорю, а почему женщине всегда плохо? Вот кто-нибудь один бы сказал, я так с ней переспал, что на неделю счастливая ходила. Вот так. С конфетти. Мужики, вы не обольщайтесь. Случайный секс, он случайный только для вас. Если у женщины гладкие ноги, шёлковое бельё и всё приятно пахнет, это не вы, это вас трахнули. Всё было запланировано заранее. Но вот почему-то объявлять, что вы идёте в туалет, вы не забываете? А вот секс в браке может начаться без объявления. Да, было у вас такое? Просыпаешься, секс идёт. А ты чё-то всё проспала? Да? О, понимаешь меня? Это утренний секс у мужчин называется. Они типа, а чё, я проснулся, а ты там, ну сейчас разбудим. Серьёзно, ты, ну, но тут круто, можно особо не участвовать, типа, я ничего не знаю, это тебе надо, я сова. Ну, ещё 15 минуточек. А вот если вечером секс, там нам надо прям участвовать. Потому что мужчина пришёл с работы, устал, не дай бог ещё выпил, и начинается очень долгое мероприятие. Знаете, участвовали в очень долгом сексе, когда ты устала, диван устал, а он ща-ща-ща-ща, ща-ща-ща, ща-ща-ща-ща. И так три часа, я один раз думала, чуваку заплатить. Как в поле чудеса сказать, Геннадий, я дам вам 5000 рублей, мы не открываем шкатулку. Раздражают неудобные вопросы после секса. Ну, и вот эти, которые, ты что, уснула? У меня просто как-то парень спросил, сколько раз ты кончила? Ну, и я, конечно, слышу одним ухом, но охренела, как будто двумя. Я растерялась, не знала, что ответить, решила соврать, говорю, два. И он такой, ну, значит, я правильно посчитала. А я думаю, почему у меня ни разу не было оргазма? Потому что он считал, сука. Положили рекламировать презервативы. Я говорю, ну, нет. Они говорят, ну, вы что, это новые. Я говорю, ааа, новые. Я-то думала, старые эти, завязанные, блин. Ну, это капец. И я говорю, вы с ума сошли? Ну, нет. Они говорят, ну, вообще-то, это премиум класса презервативы. А я говорю, это как вообще? Мне кажется, что презервативы должны быть все одного класса, да? Не могут быть одни качественнее других. Ну, что, премиум класс, ни один бюджетник их не трогал. Ну, в чем прикол? Или как это? Вот если ты очень сильно не хочешь детей от этой женщины, да? То вот эти берешь. А с любимым человечком и пищевая пленка подойдет. Вообще же, бред, по сути, предлагать женщине рекламировать презервативы. Презервативы, согласитесь? Ну, нам же плевать, какие они. Это у мужчин что-то там не те ощущения с ними. У нас те не те ощущения зависят от носителя, так сказать. Да? Вот их бы я рекламировала. Я бы говорила, девочки, с Кириллом вообще не те ощущения. Там не секс, а больше вот он в тебя врезался и объехать не может. Я, кстати, недавно подслушала разговор двух мужчин в кафе. Там один второму говорит, типа, женщины в Москве стали капец какие требовательные в постели. Стали требовать оргазм. Раньше такого не было. Я думаю, когда? До Собянина? Еще такая формулировка интересная. Требовать. А у кого-то это работает. Сергей, я требую свои оргазмы. Представляете, митинг таких озлобленных женщин. Там ОМОНовцы стоят, говорят, я туда не пойду. Я, конечно, с дубинкой, но их это только раззадорит. Правда, мужчины с возрастом в сексе, конечно, удивляют, но не так, как ты планировала. Короче, недавно мужчина во время секса использовал слово весьма. Говорит, Ирина весьма. Я говорю, Александр, отститесь. Мне, короче, знакомая рассказала, что она познакомилась с чуваком в Тиндере. У них все было. А утром он, когда уезжал, украл у нее телефон. Прикиньте, урод. Он еще специально постарался, чтобы она на трясущихся ногах его не догнала. Ну, я знала стереотип, что за секс можно получить айфон, но насколько плохо надо это делать, чтобы у тебя его забрали. Ну, и вот что этой девочке дальше делать? Что ей перед сексом прятать ценности? Типа, они разделись, оба голые, но она с поясной сумкой. Или проверять у него карманы перед выходом. Говорит, а, все, вижу, здесь ничего нет, а теперь нагнись и покашляй. Значит, мы как-то гуляли с парнем, значит, что-то поехали домой ко мне. Пришло время ложиться спать. Он говорит, не волнуйся, я просто рядом полежу и все. И реально полежал и все. Ты что, сука, человек-слово? Знаешь что, ты человек-слово говно, понятно? Но мне 37 лет, меня не так долго еще в сексе. Ну, не надо со мной просто рядом лежать, пожалуйста. Ну, как объяснить? Ну, я уже взрослая, мне уже не нужно вот это. Я наслаждалась тем, что мы дышали одним воздухом. Если мы дышали нечасто и ритмично, вызывай Uber и дыши одним воздухом с Кайратом. Просто меня очень искренне пугают мужчины, которые отказываются от секса. Когда вот он лежит на блюдечке, тебе положили на двуспальном, все красивое, все мытое. Ну, как, нет? Я считаю, что мужчина должен быть главным в отношениях, главным в постели, особенно в постели. Потому что было у вас такое, что мужчина во время секса вас шлепнул и вот так неуверенно, что вам обоим стыдно. Но знаете, когда ты не понимаешь, он шлепнул или просто окликнул, мол, мать! Участвуешь? Че залипла? Ну, смотрите, мужчины, решите для себя внутри, прежде чем что-то делать, типа там хватать за волосы, да, шлепать. Решите для себя, вы брутал или нет. Потому что есть такие мужчины, которые, ну, не идет вся эта грубость, которые что-то начинают делать, и думаешь, ну, Алеша, ну, твою мать! Ну, какое душить? Ты только что чихал от цветов. Тебя чуть не задушила фиалка. Но обидно вот что. У нас же только женщины оскорбляют во время секса. Девочки, пробовали что-нибудь ляпнуть в ответ? Попробуйте, попробуйте. Чтобы он такой, ты, грязная сучка, а ты, петух. И секс остановится. У меня подруге 34 года, она мне говорит, секса два года не было. Два года. Думаю, а как так? Вот, парни, похлопите, у кого не было два года секса. А чего? Че, у нас ладошки болят, что ли хлопать или чего? Я подумала, ну, ладно, не прям все в сексе для меня кончено. Допустим, минет можно делать и лежа с прямыми ногами. Я не думаю, что там как-то сильно меняется эффект. Вряд ли мне муж скажет, нет, так мне не надо. Так я и сам могу. Ну, потом, по большей части, у мужчины же в этот момент закрыты глаза. Я могу на мостике стоять, он не узнает. Вы вот не в курсе, может, мы вам во время этого факи показываем. Или свободной рукой переводим себе деньги на Сбербанк онлайн. Ну, это капец. Они очень пугаются, вот когда на них сел шмель, и если после секса с ними заплакать. Видели? Кто-нибудь делал так, да? Капец. Там такое лицо. Я говорю, а че вы? Ну, я с чуваком, с другом разговариваю. Че вы так пугаетесь? Ну, это же слезы радости. Он говорит, не радости. Я говорю, ну, а что? Почему вы так боитесь? Он говорит, ну, что вы думаете в этот момент? Он говорит, в этот момент кажется, что, а вдруг я там че-то членом сломал. Я извиняюсь, но вы его переоценили. Че вы им можете сломать? Вы же им даже вазу разбить не можете. Ну, серьезно. Ну, я сейчас, самый прикол в том, что сейчас девочки сидят и думают, че за хрень, разбить вазу членом? А мужчины сидят и думают, так, а у меня дома есть ваза? Я от мужчин недавно слышала более веселое слово. Короче, стояли два мужика, разговаривали. Один говорит, пойдем сегодня в бар. Он говорит, не, не могу, мне еще ехать на потрохушки. Потрохушки? Это что, какая-то новая станция метро? Типа, черемушки, потрохушки? Ну, оранжевая ветка там. Две пересадки с члена на член. Ну, потрохушки. Недавно друг бросил свою девушку, потому что, он говорит, она очень много трындела после секса. Я говорю, слушай, если она много разговаривала, значит, у нее было время подумать. Знаешь, тема поднакидала. Ты не справился. Ну, просто, ну вы, как вообще можно не разговаривать после секса? Хочется? Хочется? Согласитесь? Ну, в тебе только что был чужой человек. Это очень хочется обсудить. Серьезно. Мужчина, вы поставьте себя на наше место. Если в мужчину во время секса хоть что-то засунуть, его потом не заткнешь. Он же будет сидеть и говорит, да я, честно говоря, такое, Дэн, первый раз. Ты же никому не расскажешь. Давай поженимся.